МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, здравствуйте! На НТВ плюс гандбол Лига чемпионов женщины и привычные презентовые своды Волгоградского специализированного гандбольного зала. 8 марта замечательный женский день и, по сути дела, решающая вывеска для российского чемпиона Волгоградского Динамо Синары против чемпиона Германии Тюрингера сегодня играет российская команда. Представление наших гандболисток начинается под сводами Динамовского зала. Ну а я, Артем Шмейков, спешу представить своего привычного уже коллегу, в том числе и на Лиге чемпионских матчах нынешнего сезона Сергея Приголовкина. Сергей Николаевич, день добрый! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Всех женщин замечательным праздником весенним, здоровья, счастья, большой любви и вечной молодости. Ну а мы сегодня, естественно, будем болеть за Волгоградок. Если наши сегодня выигрывают, то независимо от последнего матча на основном групповом этапе против Вардера Волгоградки займут второе место. А это позволит избежать очной встречи в четвертьфинале против норвежского Ларвика или венгерского Дьора. Уже гарантированно во второй группе Ларвик первый, Дьор второй. Это действительно суперклубы, с которыми никто из первой группы, в которой выступает Динамо, встречаться не хочет. В нашей группе первое место себе с большим отрывом гарантировала уже Черногорская будущность. А вот за второе место действительно драчка будет идти до последнего. И этот матч становится едва ли не ключевым в этом самом разгладе борьбы за второе место. Будочность, заранее первая, у нее 17 очков в свой матч этого тура. Она уже выиграла, а результаты сыгранных встреч чуть позже. У Динамо пока 10 очков. У Вардера, который тоже в этом туре уже успел победить, стало 9 очков. У Тюрингера 8. Ну и на пятом месте идет Лейпцик, который тоже еще шансов на продолжение борьбы не потерял. На последнем месте Славянский Крим. Вот у него никаких шансов уже нет. Итак, Динамо и Тюрингер разделяют их. Два очка в турнирной таблице. Правильно совершенно сказал Сергей Приголовкин, что в случае победы Динамо гарантирует себе заранее второе место, чего, конечно же, мы все будем желать. А вот в случае неудачи все будет решаться в последний игровой день в скопье поединки против Вардера. Представление российского клуба на ваших экранах. Полный состав. И вроде бы никаких проблем с этим самым составом нет. Возвращается после небольшой травмы хорватка Анита Гачи. Основной и единственный леворукий правый край своей команды. У Виктора Рябых мы видим неплохое настроение. А вот у соперниц из Тюрингера целая охапка, можно сказать, травмированных игроков. И главная потеря, несомненно, это основной вратарь. Яна Краузе из-за травмы не приехала вообще в Волгоград. И сегодня немки будут обходиться услугами, усилиями одного единственного своего кипера, молодой Дины Экерле. Ну и давайте обратим внимание на состав Тюрингера еще и в перспективе июнского противостояния сборных России и Германии в отборочном матче за попадание на чемпионат мира. Послушаем геймлиги чемпионов. Тюрингера 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 национальной немецкой сборной в составе сегодняшнего соперника Волгоградок Керстин Вольбольд, 31 номер, разыгрывающая Надя Натгорная. Она выступает под третьим номером левая полусредняя. В ее активе 59 заброшенных мячей в нынешнем розыгрыше великих чемпионов. И на правом фланге левша свинья Хубер. Она 27 раз отправляла мячи в сетку соперниц, в сетку ворот соперниц. Ну и повторюсь, что давайте внимательно посмотрим, как играют эти девушки. Надеюсь, что и потенциальные кандидаты в сборную России посмотрят эту игру. И главный тренер нашей команды Евгений Трифилов тоже сделает необходимые выводы. И наметит какие-то планы противодействия этим очень сильным гомболисткам. Ну, боюсь, что очень разные истории матчи Лиги Чемпионов и игры сборной. Но, конечно, то, что Евгений Трифилов должен изучать ближайшего соперника, тут, как говорится, вопросов ноль. Должно это сделано быть очень и очень скрупулезно. Анна Кочетова, кстати, относительно недавно в очередной раз прошлась по поводу своего отношения к сборной России и заявила совершенно однозначно, пока там Трифилов, меня в сборной не будет. Так что заранее минус один потенциальный игрок из национальной сборной. А вот относительно Ольги Акопян на одном из недавних исполкомов Евгений Трифилов однозначно сказал, что десятка Волгоградская в сборную в ближайшее самое время возвратится. Кстати, об Ане Кочетовой, ты знаешь, я совсем недавно узнал, что мама Ани играла в гонбол, играла у Ливона Акопяна, известнейшего нашего тренера, долгие годы работавшего в Волгограде, человека, который создал Волгоградскую гонбольную школу. И затем мама Ани стала тренером. Именно она привела свою дочку в гонбольную секцию, занималась с ней сначала сама, а потом передала в руки Любови Сидоричевой, тоже очень известного тренера, который приготовил много талантливых гонболисток. Так что еще раз всем перечисленным, и же с ними, и всем поклонникам гонбола, и людям, женщинам, которые работают в гонболе, еще раз наше самое теплое поздравление с 8 марта. Игра началась. Динамо в атаке, и здесь никаких неожиданностей. Самый что ни на есть основной состав. Тройка Акопян, Кочетова Дмитриева в задней линии, края Фанина и Гачи, и в линии Эльгауи. Туниска в воротах начинает Анна Сидойкина, так что все звезды разом на площадке в старте у Динамо. Судьи сегодняшней встречи, опытные и заслуженные чеки, Иржи Опова, Павел Валик, динамовки открывают счет в матче. Городный бросок Анны Кочетовой, Соборы под шаг, 1-0. А это Надя Надгорная, вот та самая Надежда Надгорная, у которой папа украинец, мама белорусская, но в трехлетнем возрасте ее увезли в Германию, и вот она достигла самых высоких вершин в немецком гонболе. Один из самых опасных, наверное, игроков и национальной сборной Германии, ну и, естественно, в составе Кюрингера. Номер три, вот она, с хвостиком. Пятый бомбардир текущей Лиги чемпионов. Надя Надгорная, ну а открывает лицовой счет своей команды Соня Фрай, левой крайней немецкой команды. Соня Фрай, представляющая австрийскую национальную сборную. Ольга Акопян совсем недавно, четыре дня назад, отпраздновала свой 30-й день рождения Ольга, и после возвращения в большой спорт, большой гонбол, после рождения дочери, ну, наверное, такой ренессанс переживает, можно сказать, такое перерождение в качестве и динамовского игрока, и теперь в самом ближайшем будущем, будем надеяться, игрока национальной сборной Ольга Акопян. Играет центр на Дмитриеву, Кочетова на край, и свисток с желтой карточкой для Даник Снельдер, центрального защитника Тюрингера. А помогает ей в центре, и все та же Надя Надгорная, очень ценное качество для игрока, который умеет классно и обороняться, и играть в нападение. Там желтую карточку пора показывать. А только что была желтая у Даник Снельдер, поэтому, если уж тут что-то и показывать, то две минуты. Но пока остерегаются это делать чехи. Неточная передача Кочетовой. Фрай убегает очень легко. И Анна Сидойкина. Сейф номер один сегодня для основного динамовского кипера. Не стала раскрываться, Аня до конца стояла. А это Дмитриева Даша попыталась в свойственной ей манере проатаковать, но на месте Дина Экерлия. Дине Экерлия всего лишь 19 лет. Совсем молодая стражница ворот. Я уже сказал, что Яна Краузе, основной вратарь команды, куда более опытный и один из киперов сборной Германии. Из-за травмы или, может быть, если я не ошибаюсь, там может быть просто сильная простуда, которая оставляет Яну Краузе вне игры. Она не поехала в Волгоград. Екатерина Фанина, у нее был заступ. Ее мяч не засчитан. И тут же на спинах наших защитниц атакует Катрин Энгель, правый полусредний Тюрингера, выводя свою команду вперед. Давайте напомним, Сергей Николаевич, что в матче этих команд в Германии, в Нордхаузене, в прекрасной атмосфере тамошнего зала динамовки выиграли сложнейший матч в счетом 33-30. Во многом благодаря тому, что рискнул в какой-то момент второго тайма Херберт Мюллер и несколько атак своей команды провел с так называемым вратарем Гонялой. И всякий раз динамовки за это наказывали. Забили, по-моему, три или четыре даже мяча подряд. Потом Херберт Мюллер сам себя осек, но было уже поздно. Динамовки перехватили инициативу и в три мяча в итоге победили. Очередной сейф. Второй подряд сейф Анны Седойкиной. Справилась у нас с броском Керстин Вольбольд. Быстрая контратака у Динамо не получилась, но Дарья Дмитриева. Уход под сильную руку. Это то, чем славится Даша, несмотря на ее юный возраст. И 2-2 на табло. Пока тяжело. Также Дмитриева получает желтую за игру в обороне. Она так в грудь, в шею практически встретила Даник Снельдер на 6-метровой линии. Даша, играющая, как правило, на правом полусреднем в атаке у своей команды. В центре обороны вместе с Евгением Петровой. Эта связка работает на протяжении всего основного группового раунда. Евгения Петрова вполне неплохо, слаженно действует вместе со своей сверстницей в центре обороны. Неудачная атака с задней линии, по-моему, кого выводили. Соню Фрай снова на бросок. Левого края. А это Дарья Дмитриева. Второй точный бросок подряд Даша. Ну как она классно сейчас сделает. Я думал, что будет в игрока. И вдруг она левой ногой отталкивается и облетает защитника своего. Умница Даша. Просто великолепный гол. Еще одна желтая. На сей раз Женя Петрова получает Катрин Энгель в кадре. Ну вот интересно, а почему если был фол со стороны Петрова, почему на 9 метров не отодвинули просто атаку Тюрингера мяч у Динамова? Отложенный штраф. Арбитры в данной ситуации, на мой взгляд, поступили правильно. Дали и везут доиграть Ненком до конца. И потом, когда он закончился без результата, оставили мяч у Волгограда. Верная Кирле неплохо среагировала на бросок Ольги Акопян. Быстрый пас в отрыв был на свинью Хубер на правого края. Но там Екатерина Фанина вместе со своей визави отработала очень качественно. Давайте весь состав, наверное, Тюрингера назовем. Стартовый состав. Керстин Вольболь, 31 номер и на 1 от Горной. Это в том числе и основные игроки сборной Германии. Катрин Энгель, она австрийка на правом полусреднем в линии. Даник Снельдер, Голландия. И края свинья Хубер, еще один представитель сборной Германии. И Соня Фрай, еще одна австрийка. Неудачный пас через всю площадку на Фанину. А вот у кого ноги были? У Фанина или у кого-то из немок? Ну, арбитры отдали мяч нашим соперницам. Один отборная ждет броска в дальнем углу Аня Седойкина. Контратака отдай, Ильга, уи! Что ж ты делаешь, родная? Ну, вот что значит, не в обиду будет сказано линейным игрокам. Ну, линейный в контратаке это беда, как правило, за редким, редким исключением. Я сразу вспоминаю в таком случае, Сергей Николаевич, Сашу Степанову в ее лучшие моменты готовности. Замечательный человек бегал в том же Голгоградском Динамо в отрывы. Больше, чем любой из краев этой команды. Бегал, но не разыгрывал, безусловно. Неплохо немки действуют в обороне. Фанина. Вход Гачи. Своевременный пас Дарьи Дмитриевой. Нарушение правил на Хорватке. Будет первая семиметровая сегодняшняя встреча. И желтая карточка. Керстин Вольболь. Динамо на восьмой минуте ведет в счете и получает право на первый семерик. Кто сегодня будет бросать, начинают с Ольги Акопя. И переигрывает Оля, под опорную ногу бросая Экерле. Кстати, о Ольге тоже недавно узнал. У Оли папа занимался гандболом в свое время. Напоминаем, что фамилия Девича Ольги Левина, фамилия, не знаком с папой. Но вот он играл гандбол, был знаком с той же Любовью Сидоричевой. И именно он привел Ольгу в гандбольное сердце. Полезные подробности такие. Уже сто лет про них рассказываем. И первый раз всплывают в голове такие детали. Наверное, потому что сегодня 8 марта. Еще раз праздником в таком случае. Динамовская оппозиционная атака. Послушайте, как здорово шумовой фон в зале создают. Болельщики очень даже неплохая атмосфера. Дмитриева там пыталась за слон ставить Фанина неудачно. А здесь классный пас через всю площадку. Свеня Хубер в отрыве не ошибается. Ну а передача прошла классная. По-моему, от Керстин Вольбольф. В этой ситуации Даша Дмитриева атаковала. Вот сейчас Хубер должна была сдерживать Оля Левина. Да, она на левом полусреднем играет. Но опять-таки обращаю ваше внимание, насколько быстро бегает в отрыв вот этот игрок сборной Германии. А это Анна Кочетова. Бросок под шаг с переводом в ближний угол. Ну вот по результативности и сравнялись два главных бомбардира. Анна Кочетова и Надя Надгорная. У них разница всего в два мяча была. 59 голов у Надгорной, 57 у Кочетовой. Пятое и седьмое место, соответственно, у них было в споре бомбардиров. И вот Кочетова, дважды забив, вначале Надгорную догоняет. А Даник Снельберг тоже играет очень результативно, линейно у немецкой команды. 36 мячей у нее на счету перед этим матчем. Но пока она на голодном пайке. А это Керстин Вольбольф, еще один игрок сборной Германии. Посмотрите. Ну, умеет, умеет она совершать вот эти сольные проходы. И сейчас, ну, наверное, слишком много свободы ей оставили. Изящной походкой мимо защиты Волгоградского «Динамо». Добавила шагов. Скрест Кочетова. Ух ты! Ничего себе попадает Анна Кочетова в сложной ситуации. Практически соприкосновении с защитой. Но по восходящей траектории классно. Самую девять. И опять под шаг мы видели перед этим бросок с отскоком от пола. А сейчас совершенно прав. Архен по восходящей траектории. Конечно, когда у нее идет, справиться с ней очень сложно. Только выходить и жестко по тифане играть. Только такое нужно остановить. В матче в Германии, опять же, к нему возвращаюсь. Напомню, что «Динамовки» выиграли тогда. По восемь мячей Кочетова и Акопян забили. Ну, а у Надина от Горной в той встрече было шесть забитых мячей. От оборонялись «Динамовки». Причем большинство во втором тайме. В первом тайме наш центр обороны. И Эль Гауи, которая на позиции второго защитника обороняется, они с Надгорной справились. И вот предыдущие атаки сравним броски. Кто там правый полусредний атаковал, да? Но это не Ингрий. Вольболь, тоже бросок был под шаг. Но уже вот нет такой хитринки. Нет перевода вверх. Нет отскока от пола. И поэтому Аня Седойкина с броском справилась. Гачи в штангу. Классно разыгранная «Динамовская» атака. Ох, а здесь не рискнуло Седойкина выйти на перехват этого мяча. Он бы был бы точно совершенно ее. Но везет «Динамовка», потому что Свини Хубер до этого мяча добирается. Но выпрыгнуть нормально на бросок не смогла. Ольга, Ольга Левина должна с ней работать. Идет атака с правого края. Оля должна накрывать крайнего игрока. А Хубер второй раз убежала. Повезло, что передача не получилась. Нормально так раскрутила Кочетова. Вольболь, которая повисла на ней, просто как, ну я не знаю, помните, да, в «Маугле» рыжие собаки. Как будто одна из них повисла на Кочетове, она ее так сбросила с себя. 6-4 на 12-й минуте матча. А это Херберт Мюллер. Наставник, при котором Тюрингер четыре раза подряд выиграл чемпионат Германии. С 11-го года начиная и прошлым сезоном заканчивая. Фанина атакует на флажке. Судьи предупреждали «Динамо» о пассивной атаке. Быстрый переход. Промешка. Да, была пропешка, да еще и пас. Ваут. Но арбитры пробежку не зафиксировали. Опа! Ой-ой-ой, какой интересный момент. Арбитры показали, играйте, играйте. И Кочетова, и кто там, Стрильдер, по-моему, смотрели на представителей «Фемиды». Но Аня отправила мяч в высеворот, к сожалению. Херберт Мюллер и его старший брат, который ему помогает на скамейке Тюрингера, очень буйствовали по поводу этого эпизода. Им казалось, что Кочетова тоже там сделала пробежку, и мяч должны были отобрать. Немецкая атака. Счет прежний 6-4. Ирия Надгорная, посмотрите, пока придерживает свои боевые снаряды, играет на партнершей Катрин Энгель. Еще один бросок неточной задней немецкой линии. А это Акопян. Нет, пока не открывает свой лицевой счет наша многоопытная левая полусредняя. И скамейка Тюрингера рукоплещет Дине Экерли. Действительно неплохо этот молодой и не самый высокорослый вратарь выглядит. А вот и Надгорную мы дождались ближе к середине тайма. Сглазил, наверное, что не было. Я только сказал, что на голевом пайке сегодня надгорная. Я этого не сказал. Я сказал, что она больше на партнерш пока играет в начале встречи. А вот тут на себя взяла. И первый раз... А я к этому и говорю, зачем сказал? Ну, играет человек на партнеров. И пускай играет, продолжает играть. Пускай. 6-5 Виктор Рябец тайм-аут взял. Дайте спокойно в зону растяните. Начни движение между первым и вторым. Набирай оттуда в центр разорвите. За Надгорную не надо идти. Она блоком закрывает возле весь центр. Подвигайся. Ну что, все по делу. Ольга Копяновенькая. Набегаешь между первым и вторым. Не идешь в центр. На Надгорную. Потому что она очень хорошо играет в блоке. Ну и попросил успокоиться в нападении в позиционном. Поиграть, растянуть оборону клуба из Эрфорта. Мы сказали уже неоднократно по поводу отсутствия основного вратаря. У немок Яна Краузе отсутствует. И еще три игрока. Ну, можно их, конечно, к основной обоиме не причислять. Но так или иначе, они могли бы быть в составе. Будь они здоровы. Это два номинальных левых края. Мартин Смеец и Марик и Блазе. Ну, а также игрок задней линии Чешка Поплухарова. Все они не приехали в Волгоград. У Тюрингера сегодня в заявке 12 только гонболистов. Ну и, как мы уже говорили, у Динамо, по крайней мере, чисто внешне кадровых проблем нет. Отличная стяжка. Завершает. И забивает. Первый момент мы видели тоже, когда стянули на Аниту Гача атаку парнерши. Она протоковала в дальнюю штангу. Сейчас совершенно по-другому действовала. Ах, как жаль, что не углядели Петрова с Ильгавы за этим подбором. И более того, двухминутное удаление для Жени Петровой. Ну, Вольбольд хороша в этом эпизоде. Нет, нет, ну не красная карточка, друзья. Вы поторопились, конечно. Погорячились. Конечно же, это просто двухминутное удаление. Так вот, Вольбольд опять за счет резкого ускорения обыграла Динамовскую защиту. Но семь метров. А это вышло со скамейки Ивета Лузумова. Она больше, чем полсезона лечилась. Была долгое время эта чешка травмирована. И вот только-только вернулась в состав. Но в матче, опять же, этих команд в Германии она уже в составе была. Но сейчас пока вышла только на семь метров. Но осталось, вот я вижу, вторым защитником обороняется против Кочетовой в этом эпизоде. Ивета Лузумова, 18-й номер. Номинальный разыгрывающий? Разыгрывающий, да, она разыгрывающий. И обороняется также еще под 13-м номером. Это Майке Шмельцер. Молодой игрок. С этим броском Кочетовой с опорой Дина Экерли справилась. Ну, с места остановилась Аня. Пока сложный был. Не хватило. Ох, хорошая была передача по задумке. Но нет, отстояли динамовки. И не торопясь, пешком идут на чужую половину поля. Неплохо пока Анна Седойкина выглядит. Да вообще, вратарей в полном порядке. 16-й минуты первого тайма. 13 мячей на обе команды. Не густо. Дмитриева, да, застает врасплох. И Лузумову, которая против нее сейчас была в обороне. И вратаря Экерли. А здесь что, Херберт Мюнбер таймау берет? Нет. Там Дмитриева успела вернуться в оборону. Молодец. И Лузумову жестко встретила. Не позволила произвести бросок по воротам Седойкиной. В замену на правом краю у Тюрингера Лидия Якубисова вышла. Словачка. Вот у нее мяч. На атаку ей идти было сложно. Заканчивается время в большинстве для Тюрингера. В этой паузе у нас как раз сейчас шестой полевой выйдет. Артем, вот Эльгауи, может быть, она не так уверенно действует в нападении, но на позиции второго защитника она очень неплохо обороняется. Ну, конечно, в спину толкать не надо. Да, надгорная прорезка. И гол. Да, здорово действует. Второй мяч на один надгорный. И только мяч преимущества Динамова. А повторов нет сегодня вообще? Ты видел, как один повтор? Ну, только что были, Тюрингер. Были, были. Восьмое марта. В полном составе Динамо. Ой, хорошая стяжка. Дальше, дальше, Аня. Не, передерживает мяч, перетягивает на себя, бросает еще раз с опоры. А это Майки Шмельцер, номинальной, вообще-то, линейной своей команды, но играет на левом краю, сейчас убежала в отрыв. Купила, купила ее Седойкина. Гол, ну, как Аня сыграла. Опустила руки и ждала, что сейчас в голову будет бросать по ушам. Так и получилось. А это Ольга Акопяна. Ольга, по-моему, вот только-только открыла свой лицевой счет. По-моему, первый свой гол забила. Да, ты прав. Первый мяч. Вот видите, какой повтор, Сергей Николаевич? Гол-то мы не увидели, но повтор был. Ну, вот, может быть, у меня поэтому и не откладывается. Что голов нам не поднялся. А там, кстати говоря, прицепом к этому пропущенному уголу немкам еще и двухминутное удаление. Даник Снельдер, судя по всему. Да, две минуты она, голландка, получает. Керстен Вольбольт. Сейчас тоже ее нет в атаке. Вместо нее в качестве разыгрывающей Ивета Лузумова. Юлия Снопова, кстати, тоже вышло. Редкое появление украинской гонболистки. В составе 25-й номер Юлия Снопова. Надгорная бросает мимо ворот. И спокойно нужно расставиться. Кочетова в центре. Дмитриева и Левина на полусредних. Ильгауи загоняют между фиром и вторым с правой стороны. И открытая зона. Бросок с переводом. Умница, Даша. Дарья Дмитриева. Великолепный гол с отклонением корпуса. И с переводом. Смотрим. Вот так. И с отскоком от пола еще. Да, хороший эпизод. Но слишком большую зону открыли перед Дарьей Дмитриевой, чтобы не воспользовалась ей наша молодая гонболистка. Надгорная, Лузумова и Снопова. Такова задняя линия немок в меньшинстве. Они теперь уже три мяча подгорают. Якубисова и Шмельцер играют на краях. Сейчас на Якубисовой как раз таки палит Фанина. И ей желтая карточка. И опять остановили. Наш немок. Выдвинулись вперед. Волгоградки. Он, Женя Петрова, метрах на 13 сейчас действует. Вольболь. Нет, нет, это не Вольболь, Сергей Николаевич. Это Лузумова. Лузумова, да. И еще одно удаление для Евгения Петровой. Второе в матче. Подвисает один из наших центральных защитников со вторым удалением. Показал чешский рефери, что по лицу ударила. Не только завязала, но еще и перестаралась. По лицу попала соперница Женя Петрова. Ну, подбадривает ее Асма Эльгауи. Так и 7 метров назначили. И Вета Лузумова переигрывает теперь Елену Уткину. Которая с февраля месяца зашла в Лигу чемпионский динамовский состав. Объясни, почему 7 метров. Я не понял. Защита площади ворот. Не было защиты площади ворот. Тем более, что фолд зафиксирован у игрока, который за Лузумовой был. То есть располагался дальше нее даже от ворот. Бросок Оль... Это нет, это Анна Кочетова была. У нее прямо застоприлось. Три или четыре последних попытки безрезультатно для динамовки закончились. Юлия Снопова зачем-то форсировала атаку. Простой бросок, как мне показалось, для Седойкиной. А вот динамовкам теперь уж точно торопиться не нужно. Они в меньшинстве. Красавцы, чешские арбитры. Последовательность. Да, там против Кочетовой жестко играли. Бросила. Они ничего не зафиксировали. И тут же ответная атака немцев, немок. Такая же ситуация. И так же поступают арбитры. Оставляют мяч у Волгограда. Передают мяч Волгограду. Мы посмотрим, что будет дальше. Да, увы, но похоже, что этот мяч будет отобран. Спорный, спорный. Да, редко такое увидишь. Спорный. Так. Сходит с арбитры. Мне, честно говоря, показалось, да, что правый арбитры, что уже потеряли мяч наши. И он принадлежал уже Даник Снельдер больше, чем Анни Кочетовой. Так у немок еще один шанс в большинстве. Надгорная. Снопова. И возвращается на площадку Вольбольф. Она с мячом. Надгорная. И Якубисова с краю атакует под ногой. У Седойкины мяч заходит в ворота. Снова лишь минимальное преимущество Динамо. Хороший пас из центра на правый фланг, минуя полусреднего, и не успевает Фанина сместиться. В меньшинстве от Динамовки, естественно, тяжело обороняться. И 10-9, но через 5 секунд Волжанки будут в полном составе. Не надо торопиться. Все, появляется шестой полевой игрок Эльга Уйни у Динамовок. Афрай посидела очень долго. И Единой ее вновь сейчас Мюллер выпустит. Так, Акопян угодила в блок. То, что говорил Виктор Рябых, не стоит этого делать. Уходить на броски в центр под Надгорную. И снова попадаемся мы на блок. С участием, как минимум, Нади Надгорная. А может быть, именно ее рукам этот блок и принадлежал. Юлия Снопова, Надя Надгорная в центре, напрыгивает на блок и легко его переигрывает. Евгения Петрова, Дарья Дмитриева не в силах помочь. Надгорная свой третий мяч забивает. И счет становится ничейным на 22-й минуте. 10-10. И замена у Динамо Полина Ведюхина. Вышла сначала на левого полу среднего. И теперь поменялась с Дашей Дмитриевой. По-прежнему она находится в розыгрыше. Несмотря на то, что не идет явно в последние минут 10, наверное, у Кочетовой, она остается на площадке. А Копян свое место на площадке уступила. Как классно! С напрыжкой на защиту. Дарья Дмитриева атакует в дальний угол. Еще, опять же-таки, породистости этому мячу придает вот этот отскок от пола перед самым вратарем. Соня Фрай вернулась. А Майки Шмельцер, поиграв на непрофилен для себя позиции левого края, встает в линию вместо Даник Снельдер, давая голландке немного продышаться, отдохнуть. Боль-боль, но на прыжке обыгрывает. И выход на бросок Юлии Сноповой. Там уверенные действия Седойкиной. И Ведюхина молодец, подбирает отскок. Отскок Гачи, завязывает ее Фрай. У тебя нет ощущения, что медленная сегодня игра? Да, наверное, есть такое ощущение, что скорости действительно невысоки. Динамовки, кстати, проиграли свой последний матч. Он стал для них заключительным на предварительной стадии чемпионата России. Проиграли в Астрахани-Астраханочке. Две минуты. Но, сдается мне, что не на полную катушку все-таки Динамо играла против Астрахани свой заключительный матч. Майки Шмельцер. Двухминутное удаление. Нарушила она правила на Даши Дмитриевой. Смотрите, как вокруг нее танцует Херберт Мюллер. Детально разбирая этот неудачный, неподопечный эпизод. Вновь льговый между первым и вторым. Хорошо. И примерно та же самая концовка. Мы помним, как Даша Дмитриева по центру проатаковала, но там была разреженная зона. А сейчас по двойному блоку заряжает Полина Ведехина. Хорошо. Попала. Тоже со скоком от пола. И вот если мы проанализируем броски в первом тайме, все, что на уровне рук бросается нашими девочками, все Экерли отбивает. Как только идет бросок похитрее, с переводиком, со скоком от пола, сразу мяч влетает в ворота. Ну что ж, еще один шанс у Динамо забросить гол в большинстве. Так, и льговые вновь ее гонят между первым и вторым защитниками. В центре обороны у Тюрингера новое лицо. Франциско Митцнер. Очень высокая фактурная барышня. Ну а здесь классно играет очень технично Анита Гачи. У Динамо большинство сегодня получается идеально. Да, но вот эта передача неудобная была. Но немки два раза попались в центре. Сейчас начали смещаться туда. И тут же идет передача на правой фланг. И Гачи вылетает практически с позиции полусреднего. Здорово. Три мяча преимущество. Очень здорово отреагировали Динамовке на то, что соперницы сравняли счет. Моментально себе превосходство в три гола вернули. Еще 35 секунд меньшинства для Тюрингера. Херберт Мюллер теперь со своим тайм-аутом примерно за пять минут до перерыва. Он ходил на краю, чтобы фаул не играешь. Он как на пиве. Он сделает еще не так. Вы его сделаете. Я пойду вас. У Юллер, а теперь вы釣ли на фрукт. Сегодня Юллер более спокойно объясняет. Подопрепление лежит в Кюрингере в первом матче. Ты помнишь, как он? Ну, вообще, он очень, да, экспансивный тренер. По-моему, продолжает, да, он совмещать обязанности тренера чемпионок Германии и национальной сборной Астрии. По-моему, по-прежнему с астрийской командой он работал. Никаких не было сообщений о том, что он покинул пост главного тренера Астрии. Итак, пять минут заключительные первого тайма. Меньшинство в этой атаке у немецкой команды. Катрин Энгель вернулась на площадку на правом полусреднем. Ой-ой-ой, вы игрока, Евгения Петрова, умница. А вот сейчас наши коллеги Волгоградские здорово поймали момент крупным планом. Но еще бы с повторами там ребята подработали. Ой, как здорово. Да, молодец. Женя очень здорово среагировала на это короткое, резкое движение соперницы. Полина Ведехина по-прежнему в задней линии. Сейчас она на левом полусреднем. Кочетово в центре. Полный состав уже у немецкой команды. Фанина начинает движение. С левого края останавливается. Ведехина. Дмитриева обыгрывает в привычной для себя манере. И какой сложный сейчас был угол. Попадает Даша. Попадает очень классно. Хлестко бросает в дальний угол. Ты знаешь, можно сказать по этому пизду. Повезло, но завернула она кистью. И я вот представляю, это в полете все происходило. В техническом исполнении все было сделано идеально. Но было очень сложно так бросить Даши. Умница. Красивейший. Красивейший гол. Красивейший. Красивейший. Франциска Митцнер. Она играет вместо надгорной. Но вот, что называется, почувствуете разницу. Очень уверенно этот мяч забирает Седокина. Начинает атаку своей команды. И атака с ходу Дарьи Дмитриевой. Мяч, по-моему, уже номер пять. Для Даши в сегодняшнем матче. И опять перевела. По ходу, под шаг. И завернула. А вот здесь бросок по прямой линии. И Аня Седойкина вновь на месте. Набирает Аня форму. Это не может не радовать. Опять-таки в преддверии отборочных игр против сборной Германии. Две минуты. Дарья Дмитриева не сдержалась, увидев пробегающий мимо Керстин Вольбольт. И грубо ее останавливает. Падает Керстин Вольбольт. Немедленно реагирует чешская судейская пара. И давайте посмотрим, что выдумают немки. При игре в большинстве. Так, здесь линейный располагается между вторым и третьим защитниками. Да, Франциско Митцнер. Совершенно сумасшедшие габариты. Но по сравнению с Надгорной она, конечно, совсем неловкая. Ну вот, заработали 7-метровый. Защита в 6-метровой зоне. Вот Анит и Гачи. Ну, Гачи Эльгауи помогала. Вольбольт. Потерзала она в первом тайме оборону Динамо. Вот такими своими действиями. Хороший выбор. И Керстин. Ай, молодец! Это Елена Уткина. И, к сожалению, подбирает тот же мяч Эвета Лузумова. И уже в противоположный угол добивает. Таки этот Семерик. Ну и концовку. Концовку первого тайма нужно сейчас отстоять. Вернее, сначала забить и потом отстоять. Плюс 4 в пользу Динамо. Но в этом матче пока еще ничего не ясно. Динамовкам еще минуту в меньшинстве. Ярослав Фролов. Появление молодого игрока задней линии. Разыгрывающий на последние секунды. Можно сказать, на последние атаки первого тайма. Что там было? Почему мяч отобран Сергей Николаевич? Пробежки там не было. Кочетова пришла, остановилась. Единственное, что могу предположить. Три секунды с мячом? Да, но и трех секунд там не было. Выходит, посмотрите, Керстин Вольбольт шестым полевым в меньшинстве. И вот так, дополняя эту картину атакующую, немки выстраивают атаку под Соню Фрай. Та сокращает отставание до трех мячей пока своей команды. Бросок на опережение. Выходила вперед Таня Седойкина. Она очень резко бросила Фрай. Не успела Таня среагировать на этот бросок под ноги. Вместо Дарьи Дмитриевой вышла Ярослава Фролова и ее неточный бросок. Последняя минута тайма. Динамовки уже в полном составе. Даник Снельдер на площадке вновь. И посмотрите, решают опять применить эту тактику с лишним полевым игроком. Теперь уже в полном своем составе. Семь полевых, два линейных. И Майки Шмельцер, и Даник Снельдер. Вольбольд разыгрывает эту атаку. И идеальное попадание Нади Надгорной. 15-13. Так, на всякий случай. И последняя атака Динамо. И здесь очень хорошо перевела и попала в карман. Седойкина Надгорная. Два мяча подряд. Отгружают в наши ворота Немки. И 20 секунд уже меньше до конца первого тайма. Обратный пас. Еще одна передача. Не обрабатывает, увы. Тяжелый, тяжелый, конечно, мяч был от Акопиан. И Ольга. Браво. За 6 секунд до перерыва забивает в ближний угол сложнейший мяч. Замечательный, конечно, план зрителей. Крупный план Ольги Акопиан. Но там же немки куда-то торопились. Чего-то хотели успеть в эти мгновения перед сиреной. Но ничего не успели. Сделать 16-13. Таков результат первой половины в этом решающем в борьбе за второе место в группе для обеих команд. Ага, вот он. Нет, это бросок Кочетовый. Нет, это уже моменты всего первого тайма. Нам решили сразу так, не откладывая в долгий ящик, начать показывать. Три мяча преимущества динамовской команды. Этот гол не был засчитан. Хорошо разыграли динамовки. Ну а вот Даша Дмитриева. Она сегодня выглядит просто блестяще. Ну что, вроде бы Дине Экерли расстояться динамовская команда не дала. Но вот немножко настораживает то, что разобивалось, по крайней мере, во второй части тайма. Надежда, ну точнее неправильно ее так называть. Она, конечно, изначально Надежда. Но в Германии она только исключительно Надя. Надя надгорная. Но давайте, наверное, вспомним и замечательное совершение Кочетовой, которое, правда, во второй части первого тайма замолчало в качестве бомбардира. Перерыв во встрече Динамо-Тюрингер. И впереди решающие 30 минут. 16-13. Таково преимущество волгоградского Динамо по итогам первого тайма решающего матча за место в четвертьфинале. Нет, не совсем правильно, не за место в четвертьфинале, потому что и Динамо-Синара-Волгоград, и их сегодняшние соперницы из немецкого Тюрингера место в четвертьфинале себе, по сути, уже гарантировали. Точнее, Динамо гарантировали точно, а у Тюрингера, ну, высочайшие 99-процентные шансы быть в четвертьфинале. Но это прямая битва за второе место в группе, которая дает преференции как минимум не встретиться с гигантами типа Дьора и Ларвика на четвертьфинальной стадии. Итак, важнейшее противостояние преимущество Динамо в три очка по итогам первой половины. Сергей Приголовкин, Артем Шмельков продолжает для вас работать. Ну и, наверное, яркая иллюстрация первого тайма – это статистические показатели вратарей. Анна Седойкина – 48% и 29% у ее коллеги Дины Экерли в противоположных воротах. Надя Надгорная начинает результативно второй тайм. Евгения Петрова показывала арбитрам, что ее Снельдер прихватила за майку и не дала возможности выйти на Надгорную. Но гол защитом. Динамо в атаке, по-моему, все без изменений. Стартовая шестерка у Динамо. Дмитриева, Кочетова, Копян, Гачи, Фанина и Эльгауи в линии. Да, действительно, стартовое сочетание у Динамо вак. И как классно играет Дина Экерли. Сложный мяч внизу она благодаря своей и растяжке, и реакции вытаскивает от Дмитриевой. Больбольт. Надгорная. И передача в линию на Даник Снельдер. В упор. Анна Седойкина. Потрясающая реакция. Бросок в упор от Сони Фрайна отражает. А здесь пенальти зарабатывает после быстрого ответа Ольга Акопян. Фрай растерялась. Голова была опущена. Она внизу мяч подбирала. А когда уже голову подняла, перед ней выросла. Откуда ни возьмись, Анна Седойкина. Там нужно было перебрасывать. Но не хватило сообразительности, времени, пространства. Ольга Акопян на 7-метровой отметке. Забивает она важнейший мяч. Пока только два семеряка было в игре. И оба Ольга Акопян реализовала. Дарья Дмитриева за первый тайм. Семь заброшенных мячей. Шикарное выступление. Отлично. На любимой своей вот этой проскочке, на этом обыгрыше под себя. Выходила на бросок Вольбольд. И угодила на наше счастье в штангу. Штанга. И здесь в ближний угол попадает Ольга Акопян. Соня Фрай бежит быстрее. Наших мяч подбирает. Но было уже неудобно самой бежать в отрыв. И динамовки успевают вернуться полным составом. Ну что, будет персональная опека. Анна Кочетова против Нади Надгорной. Пытаются выключить левую полусреднюю немецкую из атаки. Я думаю, что нет, Артем. Не успели замениться. Поэтому Аня осталась Кочетова на площадке. Ну, это известнейший тактический прием. Она прихватывает кого-нибудь персонально. Ну, а здесь Катрина Энгель. Неудобный очень для вратаря бросок. Опять-таки, с отскоком от пола. Ой, как здорово! Умницы, девочки! Эль Гауи! Отлично сыграла просто Дарья Дмитриева. Такую отбросила передачу изящную на туниску. Увы, та с шести метров своих родных не забивает. И не только она. Все началось с Оли Акапиа. Классная была трехходовка. Ну, да ладно, смотрим дальше. Кочетова. Девять метров. Интересный у Ани обыгрыш. Она делает напрыжку и отпрыгивает в сторону. От игрока обороны. Довольно часто это и позволяет освободиться от опеки. Акапиа. И вновь девять метров. Передерживают сейчас мяч Динамовки. Блок надгорный против Кочетовой. Удачно складывается отскок. Подбирает мяч Акапян. Мы видим, что судьи уже поднимают руки. Пассивная атака тут же с девяти. Размашисто бросает Акапян. Но Дина Экерли в ближнем углу этот мяч ждала. Только один гол забивают пока Динамовки в втором тайме. И то с семи метров. А это Керстин Вольбольд. Очень она резко стартует, выпрыгивает и хлестко бросает в дальний угол. Тут про блок даже речи не идет. Расстреливали без блока, без сопротивления Анну Седойкину. Увязла в борьбе со Снельдер Даша Дмитриева. А именно она должна была ставить блок. Не переключились, они не разобрались. Ильгауи, и Дмитриева. Все начинается практически с начала. И вяжутся, вяжутся Волгоградки. Гачи выходит в заднюю линию Анита Гачи. Посмотрите, как Цепко работает с позиции второго защитника, уйдя против Гачи Керстин Вольбольд. И Анна Кочетова. Как внимательно не посла ее Керстин Вольбольд. Все та же. Аня находит возможность для этого броска, очень мощного броска в ближний верхний угол. Дарья Дмитриева что, будет удаление? Сейчас посоветуется орбит. Мы в первом тайме такой визу. Видели? Ну, а это вся мощь Анны Кочетовой. Да, Дарья Дмитриева. И у нее второе удаление. Четыре. Пока было удаление в нашем составе. И по два у Дарьи Дмитриевой и Евгении Петровой. Наших центральных защитниц. Кстати, а ничья устраивает у нас? Пора удалить. И такой вариант. Ну, что значит устраивает? У второго мимо. А, ну там еще с Вардером играют. Там, тогда у Динамо будет два очка преимущества над Вардером. И напомню, что с Вардером дома сыграли очень удачно Динамовки, выиграв восемь мячей. Соответственно, Вардеру нельзя будет проигрывать восемь мячей и более на чужой площадке. Тогда Динамовки устоят на втором месте. Ну, вот так решил уже Сергей Николаевич загодя рассмотреть вариант ничьей. Надя Надгорная. Еще один гол ее. Сколько? Уже пять в сегодняшнем матче забивало. В первом тайме было три. И еще два. Динамо в меньшинстве. Динамо без Дмитриевой в этой атаке. Пытается индивидуально работать Акопян. Судьи дают сегодня жестко играть. Ау, режиссер. Там уже игра идет. Полина Ведехина вышла вместо Дмитриевой, пока та удалена. Руки арбитров подняты. Пора уже увидеть это нашим девчонкам. Похватилась как будто Полина Ведехина. Ну, кто Акопян будет атаковать с места. И в блок опять Надгорная. Да, очень уверенно в центре обороны. С этими блоками выступает Надя Надгорная из раза в раз. Энгель. Вольбольт. Мяч останется у немок. Тасмельдер. Между вторым и третьим. Именно так большинство. Пюрингер разыгрывает. Ну, а Надгорная действует в розыгрыше. Вольбольт смещается на позицию левого крайнего. У нас замена вратарей. Да, Елена Уткина теперь занимает ворота. И занимает не просто так. Она сейчас здорово среагировала на бросок Катрин Энгель. И сохраняет пусть минимальное, но преимущество в счете. Для динамовок они теперь уже в полном составе идут в атаку. Выскочила была Асмель Гауи. Тут ее, видимо, тормознули. Вернули обратно с лавки. И Евгения Петрова пробует себя в линии. Уходит. Как обыгрывает Анна Кочетова. Кажется, что никаких усилий ей это не доставляет. Но можно представить, насколько это было сделать тяжело. Катрин Энгель теряет мяч. Ну и вот забить мы в первом тайме видели. Немки наших достали. И потом получили свои ворота три мяча подряд. Да, и очень скоро после этого уже и пять мячей было преимущество нашей команды. 10-10 ничья. Потом 13-10. Небольшой такой глоток воздуха для нашей команды. И 15-10 потом еще встал. Хочется его на левом полусреднем. А Катрин в центре. Ведехина на позиции правого полусреднего. Не попадает створ в ворот Полина Ведехина. Писленный стол там помешал сейчас немкам организовать быструю атаку. Так, а что там? Евгения Петрова опять оперирует к арбитрам. Стяжка, конечно, на загляденье получилась у Тюрингера. Вот мы видим, да, Петрова. Столкновение Петровой с нимкой мы не могли рассмотреть. Детали их на этом повторе. Ну и Евгения Петрова, естественно, пыталась подставиться под фол в атаке. Но мяч Тюрингера засчитан. Свеня Хубер правый край забивает. Здесь Петрова была близка к тому, чтобы заработать 7 метров. Артем, я с ней согласен. Я с ней согласен. 7 метров чистые. Великолепная была передача. Там Оля Акопят. Скрытый пас. Да, вот. Ну, посмотрите. В площади ворот человек защищается. Так, и здесь мы не увидели. Кто-то не смог переиграть Экерле. Щитцев в атаку. Тюрингер. Ой-ка, хорошо Вольбольд. И здесь все прекрасно. Дадик Снельбер. Классный пас в линию. И таким парашютом переигрывает Елена Уткину. Линейная Тюрингера. 10 минут сыграно во втором тайме. И Тюрингер Динамо достает. 19-19. Ничья. 20 минут самой захватывающей борьбы впереди нас ждут. Перестроились снимки в обороне. Поактивнее стали играть. Или динамовки. Вот видите. Далекий выход. Потеря мяча. Ольга Акопян ошиблась. Ой, что творит Уткина. Браво, Лена. Какой шикарный сейф. Как вовремя для своей команды. Один в один. Чистый выход. С Венни Хубер. И как вратарь динамовкам помогает. Обратите внимание. Действительно, немножко изменили свою манеру обороны Тюрингер. Хотя это все те же 6-0 по построению. Но как точечно выскакивают. Буквально выпрыгивают. То на одного нашего полусреднего, то на другого. Вольбольд и Катрин Энгель. Бросок кочетовый. Бросок прямо в Экерле. Бросок. Не получился бросок. Хотела она перевести в дальний угол. А Надгорная очень здорово сейчас. Да? Кистью. Уткина уже дернулась в дальний угол. И потом, видя все это, Надя Надгорная. Вот еще раз. Раз. И ближний заворачивает мяч. Только что, казалось бы, был шанс ввести три мяча. А уже динамовки в роли отстающих. И чуть ли не впервые, кстати, в матче Тюрингер выходит вперед. Будем надеяться, что Мюнер. Что-то опять отчебучит. Что позволит динамовкам переломить ход этого матча. Дарья Дмитриева берет мяч, идет на оборону. И жестко ее встречает Катрин Энгель. Двухминутное удаление для опытной австрийки. Ну а по поводу того, что отчебучит, наверное, Херберт Мюллер все-таки учел свои промахи той домашней встречи с Динамо. Примерно, кстати, на этой отметке того матча, я имею в виду, где-то в районе десятой минуты второго тайма, он и принялся постоянно выпускать седьмого полевого, и динамовки регулярно за это наказывали. Сейчас Динамо большинство получает. Очень интересный момент. Мы помним, в первом тайме у Динамо все получалось в большинстве. Хорошо. Но Фанина не пошла атаковать. Нет, мяч не будет засчитан. Свисток прозвучал мгновение ранее. И смотрим. Петрова между первым и вторым вновь располагается. И вот гол. Кончатова. Судя по всему, то, что нам ее показывают крупным планом, и мы видим ее имя и фамилию. Ну, как показывает практика, это далеко ничего не значит. Но будем на ваше чутье полагаться, Сергей Николаевич. Анна Кочетова. И счет ничейный. Анна Кочетова. 20-20. Уверен. Ивета Узумова вновь на площадке. Чешка, которая играла достаточно много в первом тайме. Сложнейший угол для нее, и она атакует не точно. Подбор Сони Фрая сделать не удалось на левом краю. И еще одна атака в большинстве у Динамо. Да молодец. Сейчас Уткина не дернулась. А это умница Анна Кочетова. Ну, кому как не ей. Второй гол подряд в большинстве Анны Кочетовой. О, как хорошо. Добавила шагов, а там центральный защитник не разбирается, убегает за линейным. Это называется разобрать правильно и переключиться. Не получилось это у Филлингера в обороне. Оживились трибуны. На прыжке там сейчас поймали Ивету Лузумову. Подтолкнули наши гонбалисты соперницу. Заканчивается время в меньшинстве для Немок. Надборная, смещение в центр, бросок без нарушения правил. Артем с нарушением правил, но арбитры сегодня на это не реагируют. Вот такова манера. Ну, встречали ее. Встречали, на мой взгляд. Эх, оставили один на один против Снегля. Аню Кочетову скорости не хватило. Можно было обыграть. Ведь арбитры, начинается игра. Где-то к пятой минуте уже игрок должен понимать, как будут трактовать те или иные события, происходящие на площадке рефери. Даник Снельдер отправится отдыхать. Она держала очень долго и упорно Даник Снельдера. Хотя нет, это обоюдное удаление. А для Евгения Петрова это означает досрочный уход с площадки, дисквалификацию. Это третье удаление для нашего линейного. Это потеря. Потеря, прежде всего, конечно, для обороны. Не только линейного, но и основного на сегодняшний день центрального защитника. Неправильно нам сейчас дают титр. Обоюдное удаление по пять полевых игроков остается. Ну, а Евгения Петрова должна занять место на трибунах. Она на скамейке не может теперь находиться. В связи со своей преждевременной дисквалификацией с красной карточкой ушла она из игры. Ну и, соответственно, пять на пять и без линии. В общем, привычно для динамовок играть, имея на игрока, меньше. Дмитриева оказывается на левом полусреднем. И ее мощи никто не успевает и не может противостоять. Дарья Дмитриева прорывается на шестиметровый рубеж, вот так, уходя от Катрин Энгель. Ну, надгорная, почему она до конца не помогала Катрин Энгель? Испугалась. Даша так перла. С таким выражением лица, что у надгорной стало ясно. Не остановить. Ох, как сейчас здорово разорвали нашу оборону перемещениями своими немки. Увела из центральной зоны игрока Соня Фрай и через центр вошла атаковать надгорную. Элементарный скрест. Короткий скрест. Два игрока и гол. Скрест разыгрывающего с левым полусредним. Да, середина второго тайма. Очень напряженная ситуация на площадке. Всего лишь мяч преимущества Динамо. И Анна Кочетова с опоры. Мощнейший выстрел. И здесь скрестное движение было. И здесь здорово. Смотрите, вот идет Дмитриев. И надборная вновь не успевает переключиться. Надборная завязалась с Эльгауи. Эти в Динамовке воспользовались. Катрин Энгель. По-моему, во втором тайме первый раз она бросает точно. У нас в обороне вместо Ольги Левиной действует по правому защитнику Ярослава Фролова. Вышла она помогать. Немножко отдыхать. Отдыхать, опять же таки, Ольге Левиной. А почему у нас не выходит шестой пулевой игрок? Почему Эльгауи вышла? Вот и появляется. Нет, вышла ведет шестой, да. Так вот в том эпизоде не только помогать Акопяну. И сейчас она попыталась помочь ей в обороне. Но не успела вернуться. Забей! Да что ж ты будешь делать? Ну почему вниз-то валится и попадает в темп в вратарю? Да, пожалуй, что действительно. Уже такой в беспомощной позиции была Дина Экерля. Молодец Уткина! Не стала опять же таки дергаться. Дождалась в ближнем углу этот мяч от Надгорной. Пронос мяча. Все правильно. Потеря. Потеря у Полины Ведехиной. Абсолютно верно расценили сейчас. Вот он, видите. Взяла мяч, протащила его и потом перешла на Ведееву. Да, Вольбольд показывает чешским арбитром. Молодцы ребята. Но Аман-то этого не легче. Да. Ошибка туда, ошибка сюда. Друг другу помогают соперницы. 23-22. Минимальное превосходство Динамо сохраняется. Херберт Мюллер. Первый тайм-аут второго тайма. Херберт Мюллер признался, что для его команды сам по себе выход в четвертьфинал. Это уже достижение. Но мы видим, как сражается уже не просто за место в четвертьфинале, а за высокую вторую позицию в группе его команда. Очень хочется, чтобы Динамо попали в финал четырех. Потому что, на мой взгляд, это событие подстать даже чемпионату мира или чемпионату Европы. Артем, вспомним, вот как сейчас проходит финал четырех мужской лиги чемпионов в Кельне. Это же просто фантастика. Переполненные трибуны, прекрасная атмосфера. И играют действительно мастера высочайшего класса. Даже, я не знаю, можно так сказать, что иногда клубные, клубы клубные команды показывают гонголы более высокого качества, чем сборная. Ничего в этом нет удивительного. Ну и шикарная была организация женского финала четырех в прошлом году в Будапеште. Снова туда четыре лучшие команды съедутся в этом сезоне 9-10 мая, чтобы оспорить трофей. Пенальти показывают чешские арбитры. Гол, естественно, этот не засчитан. А Полина Ведехина удаляется на две минуты за нарушение против Даник Снельдер. Здесь чешские арбитры полностью выполняют методические рекомендации. Вот линейный получил мяч. Сколько можно говорить нашим девочкам из сборной клубных команды, что сейчас судят? Если ты, ну, даже чуть-чуть дотронулся, можно и так сказать, для игрока, который вылетает с фланга или вот до линейного, 7 метров и 2 минуты. Вот как отмечить? Не знаю. В пылу борьбы, конечно, сложно. Обыгрывает Лузумова очень уверенно Елену Уткину. По-моему, сейчас неправильно, опять же-таки, наша графика работает. Динамовки в меньшинстве. А, вообще-то и у немецкой команды тоже только пять болевых игроков. Вот здесь я не очень понял, почему. 23-23 и снова 5 на 5, как было совсем недавно. А Копян вернулась на площадку. Кочетова не стала отдавать на гачи, хотя просматривался этот вариант. Дмитриева. Жестко Соня Фрай не позволила, опять же-таки, сыграть на фланг. Да, вот это очень ценное качество игрока, который играет в обороне. Смотрите, раз и все. И в руку. А вот здесь в ногу, видимо, мяч угодил Дини Экерли. Кто бросал, ты рассмотрел? Нет, конечно, уже много, к сожалению, эпизодов таким образом нам зарезали повторами. Но не знаю, что лучше, то ли повтор, то ли непосредственное событие, происходящее на площадке. Соня Фрай. Лузумова. Пока нет атаки у немецкой команды. Лузумова. Энгель уходит от Дмитриевой и точно, причем, по-моему, еще и рикошетом от штанги забивает Катрин Энгель из центральной зоны. Опять попались на скрест. Раз и не успевает Даша переключиться к Дмитриеву. Да, центр обороны без Евгения Петровой становится проблемной такой зоной. Зоной, может быть, в неполных составах это не так еще чувствуется. Боюсь, что мы еще это можем прочувствовать, когда составы станут равными Анна Кочетова. Тяжелейший гол. Тяжелейший мяч при непосредственном контакте с защитницей. Это была Даник Снельдер, которая вроде бы уже так и подталкивала, обозначала давление. Но в этом противодействии все равно смогла выбросить и выбросить хлестко в дальний угол Анна Кочетова. Вновь ничья. Полные составы у команды. И Полина Ведехина мы видим вместе с Дарьей Дмитриевым в центре обороны своей команды. Вторым защитником сейчас против Иветы Лузумова Ярослава Фролова. Вот, это жестко. Две минуты, наверное. Ну а чему удивляться, если на прямых руках встречаешь соперницу буквально-таки в лицо, в подбородок? По-моему, очевидно. Да, конечно, здесь абсолютно правильное решение чешских арбитров. Как бы 2 плюс 2 не дали. Да, 2 плюс 2. Предчувствую, Артём. А нет, жёлтая карточка. Помощник училит старшему брату. А за вот апелляцию к арбитрам, всё было написано на лице у Ярослава Фролова, видимо, поэтому и возмутился. То есть, судьи хотели, точнее, со скамейки Тюрингера хотели на это обратить внимание? Думаю, что да. Ну а как ещё? Что там ещё может быть? Пробежка. Пробежка у Нади надгорной. Пробежка у Нади надгорной. 10 минут до конца. Я не очень понимаю такого воодушевлённого голоса вот этого местного диктора с претензией на Левитана. С большим очень азартом он отсчитывает и 15 минут до конца, причём первого тайма, второго тайма. Ну ладно. Дарья Дмитриева, очередной сольный номер игрока задней линии нашей команды. Мы наблюдаем. Ещё должно быть двухминутное удаление. Анита Гачи оставляет свою команду лишь четырьмя полевыми игроками на минуту слить. Нет! Это ещё и к тому же прямая красная карточка. Лишаемся мы основного правого края. Жёсткий удар в лицо Нади надгорной, я так понимаю, зарядила Анита Гачи. Ой-ёй-ёй. Ну а что, мы молчим. Нам трудно возразить, что нарушение правил было. Я, честно говоря, так только, знаете, взглотнул, глядя на этот повтор, потому что, на мой взгляд, чешские судьи абсолютно правы. Анита Гачи должна уйти со скамейки своей команды и сесть вот туда. Как раз местечко есть рядом с Евгением Петровой. Екатерина Чернова, наверное, появится на правом фланге. Ох ты! Синяк будет у Нади надгорной. Посмотрите, да? Нормально приложилась Гачи. И слёзы на глазах. Ну, боюсь, что тем злее только будет немецкий бомбардир. Вольбольд. Молодец, Фанина смахнула эту передачу на Якубисову. Продолжение немецкой атаки. А наша скамейка там показывала, что был мяч в ауте уже от руки Якубисовой. Какая умница Седойкина. Наша скамейка показывала, что был мяч в ауте, но опять-таки чешские арбитры правы в этой ситуации. Там было нарушение правил. Поэтому они с мячом оставили Тюринга. Четыре полевых игрока у Динамо нам показывает только одно из двух удалений. Вот теперь мы видим оба. Дмитриева, Копян, Фанина и кто четвёртая там с ними. Это прячется... Кочетово. Да, Кочетово на краю. Теперь она входит туда, в эпицентр событий. Разыгрывает 9 метров наши. Почему не так активно немки в обороне, я не очень понимаю. Почему они ждут на 6 метрах? Объясняю, Тёма, зачем вязать? Ведь если будешь вязать, игра остановлена, секунды идут. А здесь четвером очень тяжело играть на падении. И немки ждут, когда арбитры поднимут руку. Поэтому так играют. Так, и что здесь? Там был аут совершенно четкий в пользу немецкой команды. Вновь судьи у немецкой скамейки. Так. Ага. Вот так. Очень интересно. Ты часто бываешь в Волгограде? Не знаешь парня, Артём? Он героем покидает площадку. Честно говоря, не знаю и знать не хочу, Сергей Николаевич. Понял. О, свинство какое. Свинство, да. Другого слова здесь не подберешь. Ну что ж, привет горячий. Отдай, Оля, отдай, отдай, отдай. Ой, какой мяч заходит в ворота. И еще две минуты. Ольга Акапиан, вот так. Приклеилась к ней Катрин Энгель. Ну, казалось бы, сделала все, чтобы Ольга не то, что не попала в ворота, не выбросила вообще. А Оля бросила, так, казалось бы, с отчаяния в дальнюю штангу и в ворота. Феноменальный мяч. И это все в меньшинстве. Плюс два у Динамо. Фантастика. И удаление теперь у Тюрингера. Классно. Комментатор попал в просаг. Призываю Ольгу Акапиан отдать мяч. Просто молодец. Доработала до конца. Досражалась. Надгорная. Ох, как обидно. Вроде бы все видела, контролировала Седойкина. Но вот уже упав, Аня не сумела этот мяч отразить от ее. Сначала ног, потом рук, по-моему, мяч зашел в ворота. А почему? Потому что опять бросок вот этот хитрый с отскоком от пола. Он очень тяжел для вратаря. Кажется, на первый взгляд, что ничего сложного в нем нет. Но вратарь реагирует. Аня среагировала, упала. Мяч перед ней бьется и все. Если я не ошибаюсь, то счет уже не 26-24, а 26-25. Сейчас вот как раз переключили. В линию выходит у российской команды совсем еще, можно сказать, ребенок Дарья Беликова. Она уже была в нескольких матчах и в том числе играла некоторое количество времени и с Вардером, и с той же будущностью, когда в прошлом туре Лиги Чемпионов на второй тайм сплошь молодежь выставил Виктор Рябых, пожертвовав, можно сказать, этой второй половиной. А она не игрок задней линейной? Нет, она линейная. Линейная, да? Все правильно, да. Она линейная. Минуту еще Динамо в большинстве. Ох, как нужно забить. Ох, как нужно. Другая комбинация между вторым и третьим линейной. Доводят. И, опа, ушел. Екатерина Чернова. В один голос в унисон. Ой, как вовремя заменившая Аниту Гачи гонбалистка забивает смело. Молодец, Катя пошла на эту атаку и, да, простреливала вот насквозь. Вратаря, как бы не желая замечать стражи ворот команды соперниц. Два мяча преимущества Динамо. Лузумова, Вольбольт, Надгорная. В задней линии пока гоняют мяч. Вольбольт. Две минуты могут дать. Не две минуты, но девять метров. Дарья Дмитриевна у нас, кстати, тоже на двух удалениях висит. Опять, к сожалению, мы только обрывок этой искрометной, очень быстрой комбинации немок видим. С девяти метров они разыгрывают. Туда входит в шесть метров Керстин Вольбольт и получает ответную передачу. Ох, Надгорная, молодец. На себя двух защитников стянула и отдала Вольбольт. Как технично Вольбольт, а? Как заправский линейный. Развернулось? Ну, конечно. Все сделала по гонгольным канонам. Очень цельное тоже качество для игрока задней линии. Вот так вот войти туда в шесть метров и сыграть как заправский линейный. Четыре шага показывает арбитр. Да, даже там не четыре, а в шагах шесть с нарушением правил. Виктор Рябых берет тайм-аут. Виктор Рябых, его тайм-аут первый во втором тайме. И почему-то пока не присоединяется к команде Рябых. А мы видим Херберта Мюллера с его подшефными. То есть поставьте сюда. Начинайте отсюда атаку. Начните отсюда атаку. Раз, качнули, качнули. И подошло. Вот сюда подошло. Подошло. Вот сюда вот нарывание. Понятно? Давай. Ну, придумал Виктор Рябых какую-то комбинацию. Не знаю, наигрывалась ли она на тренировках. Ну, вот, видимо, он по ходу матча сейчас что-то интересное задумал. Но вот как это будет воплощено в жизнь, сейчас посмотрим. Кто-то будет врываться под заслон. Да, взяли персонально. Это мы слышали от Рябых. Их хочет удерживать персонально. Ой, как разболтала Ольга Акапян. Браво. Под заслон не врывалась, но тем не менее. Видимо, пошли вот делать движение в соответствии с тем, что сказал им отработать Виктор Рябых. Но по ходу импровизация со стороны Ольги Акапян. Ну, шикарный просто индивидуальный гол. Раскачала действительно замечательно просто соперницы. Без сопротивления Забиола в ответ хотела тут же восстановить этот минус один для своей команды Катрин Энгель. И проатаковала выше ворот. Меньше пяти минут. Заключительная пятиминутка этой встречи. Ох, какая же интересная, драматичная борьба идет за второе место. Столь стратегически важное в этой группе. Прямая ошибка Динамо и Тюрингера. И еще один мяч от Ольги Акапян на сей раз с опорой. И какая работа кистью. Обратил внимание, перестали выходить далеко на наших немки вот в этой атаке. Очень спокойно Динамо разыгрывало мяч. Прогнали его, я не знаю, 10 передач, наверное, было. И вот Оля Акапян никто не выходит. И получите, как любит Артем Смельков говорить. Вам письмо? Да, им письмо пришло. Три мяча. Преимущество Динамо. И очень близко уже до победы Херберт Мюллер свой последний тайм-аут использует. Так, тон немножко повысился у Мюллера к концу игры. В первом тайме так рассудительно, четко все объяснял. Ва-банк, ва-банк. Ничего не остается Херберту Мюллеру. Он, Керстин Вольбольд, выгоняет на площадку во вратарской манишке. Помнишь, мы с тобой говорили, будет отчебучивать. Но тут уже не отчебучивать. Тут ему приходится спасать игру. Два линейных. И, соответственно, три игрока в задней линии. Один из них вратарь гоняла. Керстин Вольбольд. Надгорная. Высочайший прыжок и бросок. Пустые ворота. Анна Сидойкина. Ополнивший восторг на трибунах. Да, спасибо. Пустые. Пустые ворота. И Сидойкина, не дрогнувший рукой, можно сказать, ставит точку. В этой встрече получает пустые ворота мяч. Тюрингер уже плюс четыре у Динамо. Подожди, рано точку ставить, Артем. Ну, может быть, да. Ага, и здесь сфалила Даник Снельдер против Дарьи Дмитриевой. Еще одна ошибка. Возможно, я забежал вперед. Возможно, слишком остро воспринимаю вот эту ситуацию по счету. Но мне кажется, что Динамовки уже и сами успокоились и взяли себя в руки. Три минуты, пятнадцать секунд. Мяч у них во владении. Четыре мяча преимущества. Это очень даже жирно для такой отметки матча. Ведехина. Девять метров. А больше и не нужно в этой ситуации. Дарья Беликова продолжает играть в линии у Динамо. Асмо Эльгауи. Посмотрите, посадил в концовке Виктор Рябых. Это Екатерина Чернова, забившая один. Но такой важный мяч. Перекладина после броска Дмитриевой. Подбор немок. Ничего им не остается, как оголтело просто бежать вперед. И все равно останавливаются. А Динамовки уже расставились под 6-0. Останавливаются, потому что успели наши девчонки вернуться в оборону. Хорошее движение игроков задней линии. Вольбольт из центра атака с блоком Энгель. Лидия Якубисова сложнейший мяч. Уже немного потеряв даже равновесие. При контакте с Фаниной выбрасывает под ближнюю штангу. Но угол был хороший. Не хватало высоты полета. Так, что там? Пробежка. А ты говоришь. Да я говорю, что все нормально, Сергей Николаевич. Меньше двух минут и три мяча. Хватит, хватит. Все будет нормально. Уверен? Ладно. Вольбольт. Соглашусь. Надгорная. Стоять, стоять. Нельзя давать быстрый гол забросить немкам. Так, да. Устное предупреждение. Все правильно. Даша рисовала. Подставлялась. И арбитры ее за это предупредили. Зона разрежена. Стяжка. Эх, Энгель. Не пошла, но тем не менее. Не забивает Катрин Энгель. Забивает в дальний угол. Может быть затянул резыдный эпизод. Но попала идеально точно. В дальний нижний угол. 30-28. Примерно минута 20. Да, именно столько. И на тотальный прессинг переходит Тюрингер. У Виктора Рябых так на всякий случай есть еще тайм-аут. Любит он выдержать паузу, когда его команда владеет мячом. И потом взять таки свой тайм-аут. Леон Акатен сказал, что по ведению игры Рябых один из лучших тренеров в нашей стране. И вот он берет как раз тайм-аут. Как будто бы услышав слова Артема Шмелькова. Да нет, это просто я уже изучил манеру Виктора Николаевича. А то, что он не только по ведению игры, а вообще специалист из первейших, тут сомневаться не приходится. Шесть раз подряд команда чемпион страны. Все в порядке. В порядке с Аней Кочетовой. Так тайм-аут есть или нет? Есть, есть, конечно. Так, а там арбитры уже предупредили о пассиве «Динамо». Сейчас мы это увидим. Ну, я понял так, что руку уже арбитры держат. Нет, а по-моему, он попросил прокачать мяч до поднятой руки. Посмотрим. А мне показалось, что ну да, может быть ты прав, Артем. Сейчас посмотрим. Повтор. Да, было движение рукой со стороны надгорной. В лицо. Годила. Нет, пока не предупреждают о том, что нужно атаковать «Динамо». Копян, Кочетова. Безлинейно играют наши, но точнее функцию линейной выполняет Ярослав Фролов. Ее никто и не держит толком. Бросок и подбор Фаниной. Какой нужный. Но там мяч в ногу попадает. Через всю площадку пас рискуют немки. И Соня Фрай за 20, нет, за 35 секунд до конца до минимума сокращает отставание. Как сражается Тюрингер. 30 секунд. Всего лишь навсего. Сейчас не до повторов, друзья. Давайте смотреть картинку. И здесь тотальное преследование каждого игрока, владеющего мячом. И ошибается Дарья Дмитриева. В поле Ярослава Фролова. Будет две минуты, безусловно. Да, вот и побежал впереди всех паровозов. Артем Шмельков. 12 секунд до конца. Сейчас может просто комментатор сесть в лужу. Я не буду этому рад. Честное слово, Артем. Я этому не буду рад. Куда побежали там обострять ситуацию наши? Непонятно. Вот этот пас, не глядя себе за спину, сложнейший Дарья Дмитриева отдавала. Молото-зелено. Все равно не хватает опыта. 10 секунд до конца встречи. 10 секунд. Динамо. И над Горную нужно остановить пенальти. Пенальти. Время игровое истекло. И пенальти в наши ворота. Спорит Анна Кочетова с арбитром. И вот здесь нужен повтор. Я думаю, что было в игроках. Ставят пенальти. Рефери и Ивета Лузумова против Анны Седойкиной. Заключительный эпизод этой драматичнейшей встречи. И ничья. Немки сваливаются на ничью. Четыре мяча отыгрывая за последние две с половиной минуты. Вот это концовка. Вот это фантастика. Слов нет. Действительно. Расстроены. Расстроены мы с тобой, Артем. Но ладно, главные матчи не сыграны. В скопье. Теперь нужно побеждать. Да не нужно. Не нужно побеждать. Мы уже говорили об этом с вами. Вы же спросили, что будет в случае ничьей. Я не понял твоего ответа. Ты утвердительно ответил. Я ответил, что достаточно будет не проиграть 8 мячей. Соответственно, проиграть можно до 8 мячей, чтобы в противостоянии с Вардером у Динамо осталось преимущество. Я напомню, что против македонской команды 33-25 Динамовки сыграли в домашнем матче. И, соответственно, они в случае равенства очков, а если Динамо проиграет Вардеру, то у них с Вардером будет по 11, сохранят преимущество по личным встречам до 8 мячей. Ты уверен, что 8 мячей Динамо не проиграет? Не уверен, конечно. Не уверен. Я, честно говоря, сильно расстроился, что вот так концовка сложилась для Динамо. Я, если что, приношу извинения Динамовкам, если они считают, что комментатор накаркал им на последние минуты. Да ну при чем здесь ты, Артем? Итак, у Динамо 11 очков. Команда за тур до конца занимает вторую позицию. 9 очков у Вардера и у Тюрингера также 9 баллов. Соответственно, по личным встречам у Динамо перед Тюрингером остается преимущество. И эта команда Динамо уже никак не обгонит. В последнем туре Динамовки играют в гостях против Вардера. Я уже сказал, что для того, чтобы остаться на втором месте, надо не проиграть 8 и более мячей. Ну а Тюрингер встретится в заключительном туре в немецком дерби с Лейпцигом. И Тюрингер уже, кстати, себе гарантировал этой ничьей. Проход в четвертьфинал окончательно и бесповоротно. Ну и Тюрингер будет против Лейпцига, к тому же, играть дома. Ну даже если Динамо будет третьей командой в группе, то тогда они выходят на Дьор. Все-таки, на мой взгляд, Дьор выглядит послабее сейчас, чем Ларвикс. Еще с учетом того, что Гербиц в декрете, а Марин – тяжелая травма. Ну давайте не будем пока забегать так далеко вперед. Расскажем телезрителям, что нас может ожидать дальше. Все-таки вывод такой, что Дьор лучше, чем Ларвик. Ну на Ларвик Динамо уже никак не попадет. Но Динамо будет обязательно сражаться за второе место в этой группе. Итак, вывеска Вардер, Македония, Динамо, Синара, Россия в заключительный уикенд основного группового этапа. И эта трансляция обязательно будет на НТВ+. Конечно же, в прямом эфире Вардер против Динамо 14 марта в 21 час по московскому времени. Непременно смотрите. Да, очень обидно завершается этот поединок, который уже, казалось бы, почти Динамо выиграла. Тот гол Анны Седойкиной в пустые ворота, казалось бы, поставил красивую точку. Но нет, это была только такая приманка для Тюрингера, который устроил такую замечательную погоню, которая завершилась в итоге, ну, в общем-то, успехом для немецкой команды. В ничью удалось им сыграть. Ну что ж, 30-30, ничья на родной волгоградской площадке для Динамо. И подготовка к предстоящему матчу с Вардером в гостях. Динамо поздравляют руководители клуба с 8 марта. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям и Динамовкам, да и всем замечательным девушкам, женщинам, имеющим отношение к Гамбуу. И не только. И просто болельщикам, конечно же. Сергей Приголовкин, Артем Шмельков для вас работали на этом Лиге чемпионском матче. Счастливо лихо мне поминать. Всего доброго, спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин